Доброго дня, коллеги! Приветствую вас в нашем блоге часто задаваемых вопросов. И сегодня вопрос, который я хочу обсудить, почему же возникают воспалительные осложнения после введения филеров на основе гиалуроновой кислоты. Итак, частой причиной воспалительных осложнений является элементарный некачественно бегло собранный анамнез. Следующая причина это несоблюдение золотых правил. Не вводить минимум в течение шести месяцев филер на основе гиалуроновой кислоты в область, где уже был введен филер другой компании-производителя. И также не вводить филер на основе ГК в область, где уже имеется нерезорбируемый препарат. При введении препаратов на основе гиалуроновой кислоты в зону введения нерезорбируемого филера существует высокий риск асептического воспаления гнойно-некротического расплавления мягких тканей и подлежащих костных структур. Одной из важнейших причин является использование препаратов ненадлежащего качества, не сертифицированных, поддельных. И безусловно, ведущее место среди причин развития осложнений занимает несоблюдение правил поведения после введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты. Итак, давайте их вспомним. Первое. Не прикасаться к месту введения препарата в течение 4-6 часов после процедуры. Не наносить макияж, косметику в течение 12 часов после процедуры. И порой пациентам приходится расшифровывать, что является макияжем. Ограничить мимику в области введения препарата минимум на сутки. Избегать контакта с домашними животными, рептилиями и всем, что может водиться в домах наших пациентов. А также маленькими детьми. Хоть это не совсем этично, но смысл один и тот же. Избегать давления, не выполнять массаж в месте введения препарата. Также рекомендуется спать в положении на спине по крайней мере несколько суток. Первые несколько суток после введения филлера. При введении препарата в область губ и переоральной зоны. Не целоваться и другие манипуляции сексуального характера не выполнять в течение одной, а лучше двух недель после введения. Не принимать горячие напитки, пищу в течение минимум 3-5 дней после проведения процедуры. Избегать перегревания области инъекций, бани, сауны, солярии, инсоляции в течение двух недель после. Не посещать бассейн фитнес в течение недели после проведения процедуры. Осуществлять профилактику герпетической инфекции при необходимости. И конечно избегать перелетов в течение двух недель после введения филлеров. Если у вас остались вопросы по сегодняшней теме, пишите в комментариях, мы ответим на них обязательно. На сегодня все, пока!